Фильм, о котором шумят разговоры, не умолкают уже неделю. Красноярская драма о наркотиках, криминале красивой жизни и дружбы крутых, в кавычках, парней стала лидером кинопроката. Бюджет ленты всего в три с половиной миллиона. При этом картину дороги показывают даже крупные российские кинотеатры, которые изначально отказывались брать этот фильм. Но увидев забитые залы конкурентов, вдруг передумали. Что движет красноярскими зрителями, расскажет Нина Курганова. Да, все деньги у меня. Есть возможность хорошо заработать. Один раз сработаем, зато нормально зажуем. Как оказалось, такие диалоги очень понятны и даже близки красноярскому зрителю. Фильм «Дороги» – это настоящая пацанская драма, в которой опускают, принимают, разводят и соскакивают. Картина именно настроенческая, потому что сюжет максимально прост. Мы уже видели подобные сцены в «Бумере», «Бригаде» и «Газголдере». И, по большому счету, его смысл легко можно уловить в саундтреке. Кстати, для тех, кому криминальная тема не близка, под «Дорогами» авторы имели в виду не только пути, но и дозы кокаина. Раз ведут дороги пацанов, раз кидают, рожденных там, где своих не бросают. Судьбой края держать удар будет мало, там, где нет правил, держи козы в кармане. Однако, несмотря на отсутствие глобальной интриги, красноярцы идут на картину с огромным энтузиазмом. Залы забиты, все билеты забронированы. «Дороги» – это отображение современной красноярской действительности, говорят зрители. Здесь можно узнать себя, своих друзей или ребят из соседнего подъезда. Отличный фильм, жизненный, супер, парни молодцы. Авторы хотели донести этим фильмам. Я не знаю. Конечно, только доброе, самое лучшее. Плохое они, конечно, показали в плохом свете, а лучшее, естественно, они показали. Парни, что они сидят, то есть на месте, у каждого своя цель в жизни. И единственное, мне понравилось, что человек, который милиционер, ДПСник, ну, как, снюхался, то есть по наркотикам пошел. Это вот единственное, плохо. А друзья его, то есть, друзья не бросили его даже, что не бросили его там на деньги. Говорили, что где-то себя увидели, где-то там прослезились несколько раз даже. Ну, это правда, значит, мы не зря, я думаю, работали. Это вымышленная история, но какие-то конкретные сцены, они взяты из жизни. И, то есть, все это близко всем людям, которые ходят и видят. И все, многие пишут, опять же, что это жизненно, все, да. У меня такое было, я это видел, да. Меня как зовут, красавец? Элеонора. А что по ценнику? Секс-2000. Нет, за косарь. Королевский, косарь 100. Королевский? Понятно, что аудиторию привлекает не только сама бандитская история, но и то, где это снято и кем, никогда раньше у зрителя не было шанса увидеть с больших экранов ведущих Александра Белова и Габриэля, с которыми каждый выходной можно встретиться в клубе. Сидя в кинозале, оказаться на родной улице мира, заметить знакомый регион на номерах машин. Кинопрокатчики говорят, такого шквала желающих не видели давно. Из чего можно сделать вывод? Красноярцы – настоящие патриоты своего города. Публика подтянулась, так деликатно выражаясь, такие, знаете, фанаты фильма «Бумер», условно говоря. И многие из которых со времен этого «Бумера» и не ходили, наверное, в кинотеатры. Будем держать, пока будет работать. Мне самому теперь уже любопытно. И несмотря на все восторги или, напротив, недовольства, дороги точно стали важным явлением в Красноярске. Ни одна наша документалка или арт-хаус еще не собирали такого количества публики. Мы, наконец, поняли за просмотр, какой картины большинство горожан готовы отдать свои деньги. И какие сюжеты все еще актуальны в современном обществе. Нина Курганова, Ангелина Селина, Алексей Гусев. Новости ТВК.